Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы сдавали экзамены Семь лет, когда отучились В музыкальной школе Хореографической сдали экзамены И сейчас до сих пор ходим Должны будем поехать в понедельник На выступление Мы занимаемся с другой группой С младшей С девочками Они по росту нам подходят И вроде нормально Нет, я танцами не увлекался Ходил в музыкальную школу Мне как-то это не очень нравилось Здесь как-то пошло, пошло Даже на соревнования Ну вот выездили, выступали В Волод ездили, выступали Здесь в город ходили, выступали Показывали Ну вообще нравится Хороший преподаватель у нас Замечательный По танцам Девочки симпатичные Для меня это как отдых Между перерывками Между занятиями Здесь можно Поговорить с девушками Как редко видимся с ними Так что Потанцевать Во-первых, это осанка Во-вторых, это умение Общаться с девушками С партнерами Они более галантны Даже Ну как бы Очень отличаются Мальчики, которые учатся В кадетском классе От мальчиков, которые учатся В простой школе На первый, второй, рассчитай Первый Первый, второй Второй Первый Второй Первый Решение, стройся Короткая дневная разминка Из курса молодого бойца Теперь здесь царят Армейские порядки А еще недавно В деревне Сосновка Под Сальцами Располагалась Школа-интернат Для сирот и детей Оставшихся без попечения родителей Но после того Как государство взяло курс На развитие Института патронатных семей Необходимость с нем отпала И в июне 2015 года На базе бывшего интерната Была образована Первая в Новгородской области Кадетская школа Состояние нам передали В хорошем состоянии Спасибо предыдущим работникам Которые сберегли имущество Сберегли здания Помещения От предыдущей детской школы Интернат номер 7 Но в соответствии С новыми требованиями Санпинов И по месту проживания Требований Все равно предстоит делать Какой-то ремонт Помещения спальных Учебных классов Спортивного зала Помещения для принятия пищи Работы очень много Работа предстоит и по ремонту Можно сказать Капитальному ремонту Некоторых помещений Мы готовы разместить В своих стенах До 134 человек Но нам для этого Необходимо выполнить Ремонт двух спальных корпусов Необходимо также Привести ремонт Спортивной зоны Можно сказать не ремонт А создать новую Спортивную зону В соответствии С новыми требованиями Это должны быть И покрытия морозоустойчивые И все снаряды И спортивные площадки Должны быть сертифицированы Пока все это только У нас в проекте Заключаем договора По проекту территории И в дальнейшем И совершенствование Все действующие Жилые корпуса Отремонтированы На окнах Установлены стеклопакеты Ребята живут В комнатах По два Максимум По три человека Обстановка Спартанская Ничего лишнего Просто место для сна Живут ребята По распорядку В 6.20 У них подъем Далее Как в войсках Утренняя физическая зарядка Утренний туалет Утренний осмотр Завтрак И убытие на занятиях Среднее образование Кадеты получают В советской школе Номер один Обычные уроки Такие же Как у их сверстников 40 минут за парты И 10 минут перемены Единственное отличие Военная форма Но к ней здесь За полтора года Уже привыкли Сейчас в школе Два таких класса Из одних только юношей Первый год Мы набрали всего лишь Навсего 18 человек В 2016 году У нас 26 воспитанников Ну и значит С 1 октября Мы начали проводить С 1 февраля этого года Начали мы проводить Предварительную запись Для ребят Которые будут поступать В 2017 году По состоянию Вот на сегодня 16 ноября Ой На ноября февраля У нас уже Подано более 20 заявлений При том что класс может В классе может быть Не более 25 учеников Большое количество звонков Родители которых Хотят устроить ребят Это и после 6 класса После 7 класса И после 8 класса При поступлении Учитываем данные По сдаче экзаменов В 9 классе Конкурс аттестатов Участие в общественных мероприятиях Физической подготовке Значит здесь ребята Сдают нам Физическую подготовку По трем направлениям Подтягивания Челночный бег И прыжки в длину Нас здесь учат Предпроводаватели очень хорошие Абсолютно Объясняют все доходчиво Проблемы думаю с этим не станет Не возникнет Учатся хорошо? Да, хорошие Ребята в кадетскую школу Поступают практически Со всех районов Новгородской области Есть городские парни Есть сельские У всех различные истории Способности И багаж на ней Научатся все старательно Без хороших баллов по ЕГЭ Трудно осуществить то Ради чего Они собственно говоря Сюда и приехали Стать в будущем Офицерами российской армии Или иных силовых структур У нас будет 15 человек Первого выпуска Значит из них 10 человек Которые изъявили Желание поступать В военное училище Уже как? Заявление там подали? Значит они уже установленным образом Подали заявление Через военные комиссариата Значит осталось им только сдать Экзамены И убыть для поступления Зачем физической подготовки В училищах Прохождение профотбора И далее Ждать приказа зачисления Какие специальности самые популярные? Да специальностей очень много Значит ребята В зависимости от Прибытия представителей военных училищ Представителей Бойских частей С которыми беседуют Которые направляют их Ну профориентируют Значит у них Частенько меняется Выбор Профессии своей Они хотят быть То летчиками То моряками То подводниками То Пойти по линии связи Ну и в зависимости Значит По состоянию на сегодня Значит у нас подали Два человека В авиационное училище Два человека Подали заявление В Благовещенское командное училище Там В Амурскую область Пять человек Подали В военно-морское Училище имени Макарова Санкт-Петербург Ну еще ребята определяются Приезжали С МВД Помню С ФСБ Тоже интересно Но все равно Как-то хочется В морфлот Я пошел к одесской школе Потому что я хочу стать Офицером Военно-морского флота Для этого Я хотел попробовать Смогу ли я это Это Отличный шанс Посмотреть Попробую себя в роли Здесь И учатся И дисциплине И Ну и Воинским всем нормам Которые надо Готовимся Занимаемся спортом Подтягиваемся тоже По учебе Хочу в МТО Имени Хрулева В военных сообщениях Ну хотел вообще Сначала в Череповецкое Пойти И связисты там Ну а потом Как бы Тренер посоветовал Я посмотрел Правда там Условия получше Жизнь дружно-морское Загрелся желанием Пойти После уроков Ребята Организованно Спускаются вниз На построение Перед отъездом Назад в кадетскую школу Они практически Всегда на виду И заняты Чем-нибудь полезным Так что Времени на просмотр Телевизора Или зависания В соцсетях Практически не остается Да и возможности Для этого Прямо скажем Ограничены Это тоже Элемент подготовки К армейской жизни Поначалу Было сложно Адаптироваться А потом Привыкаешь Помаленечку Даже когда нас Отпускали на каникулы Домой Телевизор Раньше я смотрел Можно сказать Целыми днями А сейчас Есть телевизор Нет Как бы все равно Плюс в том Что ребята Они понимают Что они хотят Просто Но льготных оснований На поступление В учебные заведения Они не имеют Они поступают На общих основаниях Ну не официально Хотя все равно Отможение Значит преподаватели Члены Так сказать Избирательных комиссий Уделяют этому Должное внимание Потому что они видят И уровень подготовки Ребят гораздо выше И то что ребята Осознанно Поступают в учительство То есть они избрали Свою профессию Во второй половине дня Пару часов Ребята проводят В кабинетах Самоподготовки Выполняют Заданные в школе Домашние задания Под присмотром Воспитателей Они все Из числа Отставных военных И сотрудников Других силовых структур Ребята все Адекватные Жизнь в коллективах В коллективе Можно сказать Адаптировались уже Проблем Сказать Сор Драк Не было И Они помогают Друг другу Готовы Подставить Ближайшему Товарищу Или другу Плечо Протянуть руку Для помощи То есть Ребята Очень хорошие Четыре часа По расписанию Полдник Сегодня повара Школьного пищеблока Приготовили Сырники Со сгущенкой Пятиразовое питание Строго прижиму Еда вкусное И полезное Никаких чипсов И газировки Кадеты получают Полноценный рацион И от недостатка Калорий И витаминов Не страдают В чем их родители Уже убедились Ну поначалу Они приезжали Как бы Пакетами там Еду И ну в общем Кормят может плохо И мам Мне все замечательно В зависимости От расписания И погодных условий У кадетов Ежедневно проходят Дополнительные занятия По строевой Огневой Или инженерной Подготовке Все-таки Главная цель Этой школы Воспитывать Будущих защитников Родины И хотя бы Азы специальных навыков Здесь преподавать Просто обязаны Насыщенный день Близится к завершению В строгом распорядке Осталось Всего лишь Несколько пунктов Свободное время Ужин Физическая подготовка Вечерняя прогулка Вечерняя проверка И отбой В 10 часов Они ложатся спать 22.00 Свободное время Большинство ребят Посвящают спорту Футбол Тренажеры Кроссы Ну или в зимнее время Лыжи Снегом правда Нынешний год Не очень балуют Но ребята Используют любую возможность У нас очень хорошая команда По лыжной подготовке Участники Так сказать Можно сказать Школы Олимпийского резерва Победители Новгородских соревнований Хорошая команда По футболу Тоже участвуем В соревнованиях По Напередству района Напередству города Сальцы Лучший лыжник 11-классник Никита Васильев Из Любытинских неболчей Обладатель Первого взрослого Разряда Он успел Некоторое время Проучиться В Санкт-Петербургском Спорт-интернате Но потом решил Что будущая карьера Важнее Планирует получить Хорошую инженерную Специальность Востребованную И в армии И на гражданке Лыжи не бросает Но трехразовые тренировки И длительные сборы Мешают подготовиться К ЕГЭ Там было больше Спорта В Питере Было тяжелее учиться А здесь сейчас Как бы Меньше тренируешься Но больше времени Для учебы В выходные Кадеты редко Покидают школу Чтобы не выбиваться Из ритма И не пропускать Дополнительные занятия Еженедельно По воскресеньям Сюда приезжает Инструктор рукопашного боя Оборудования Конечно не хватает Перчатки и лапы Тренер привозит с собой Но без матов Не отработать Борцовские приемы Плюс у большинства ребят Отсутствует базовая подготовка Единоборствами Раньше занимались Только двое кадетов Но парни стараются И некоторых уже можно Испытать в бою Планируем выступать Даже на рукопашном бое В Шимске будет соревнование По универсальному бою Некоторых ребят Вожу на боксерское соревнование На открытый ринг В город Новгород Как бы Есть материал С которым можно работать Уроки танцев Также проходят По воскресеньям В спортивном зале Броски и удары Вахтовом Шаги и вращение Вальсы, кадрили, полонезы За курс эстетического воспитания Кадеты должны освоить Около трех десятков Различных танцев В Санкт-Петербурге Проходят балы Кадетские И уже Некоторые мальчики Ездили на эти балы И им пригодилось То, что мы с ними Выучили на занятиях То есть они смогли Уже влиться в коллектив Встать и станцевать Сейчас ребята готовятся В очередной раз Представить перед публикой Выступление кадетов Было заплодировано На праздничном концерте Дню защитников Отечества В местном гарнизоне Но из-за эпидемии гриппа Его пришлось отложить Теперь перед военнослужащими Кадеты выступят 7 марта Субтитры создавал DimaTorzok